Внимание! Не рекомендуется повторять увиденное в шоу. Все эксперименты созданы под наблюдением специалистов в специально созданных условиях. Сегодня в выпуске. Макс делает замечание. Ты бледный какой-то. Бледный? Жидкий азот. Много жидкого азота. Мы создадим самое холодное место в стране. Проверим пару мифов и подвергнем Александра фатальному испытанию. И все это опробовано на себе. Ну что, собственно, шоу опробовано на себе. Отличное осеннее, можно сказать, утро. И преднобедничное время. Попалось, попалось. Мы находимся в селе Ленинском на так называемой кислородной станции. Где нам заправят вот в такие сосуды. Сосуд называется Дюара. Заправят жидкий азот. Заправлять будут его много. И, собственно, в чем состоит сам эксперимент, мы чуть позже расскажем. С сосуды Дюара мы взяли в клинике у нашего очень хорошего знакомого и друга. О клинике мы тоже чуть позже расскажем. Максим, я думаю, нам поведает. Последний на меня эта миссия буквально в нескольких словах. Сегодня будут самые тяжелые съемки, как говорил Максим. Самые тяжелые, самые дорогие, самые опасные. В общем, самые-самые-самые-самые-самые съемки. Надеемся, что это будет очень интересно, полезно, познавательно, опасно. Потому что, блин, мне же сказали не говорить слово «смерть». И очень надеемся, что это будут не последние съемки шоу «Опроба на носиле». Ну, по крайней мере, с моим участием. Ну, подготовительный этап был очень сложным. Сейчас, может быть, мы покажем вам какие-то кадры, как все это происходило, как мы ко всему к этому готовились. Целый месяц мы готовили этот эксперимент. Аналогов эксперимента нет не то, что в нашей стране, может быть, даже, наверное, в странах СНГ. Потому что мы созванивались, интересовались у ученых, людей, которые занимаются так или иначе жидким азотом. Все говорили, ребята, это невозможно. Но кто имел опыт с данными экспериментами, эти эксперименты закончились летальным исходом. Каждый такой сосуд стоит 40 тысяч сомов. 40 тысяч рублей. Не знаю, кому как удобно будет считать. И созданы они только для перевозки и хранения жидкого азота. Жидкий азот, напомним, составляет минус 196 градусов. Практически абсолютная температура. Кстати, если вам вдруг нужен жидкий азот, он имеется в продаже. Контакты мы, естественно, сейчас укажем внизу экрана, где вы можете купить его. И по какой цене, это вы уже консультируетесь по телефону. Потому что наши цены немножечко будут отличаться от ваших цен. Потому что мы сделали такую небольшую рекламу данного производства. Все, цыгель, цыгель, цыгель. Все, все. Утомленное солнце. Летом, говорю, летом. Такие съемки, когда жара. Ты бледный какой-то. Бледный? Да. Как моль. Как моль. Нет, у нас... Хочешь кофе? Хочешь кофе? Хочешь кофе? Ну вот, в контакте. Да, вот такой. А ну там еще страшно. Ну что, собственно, все. Азот мы закачали. Едем на съемочную площадку к нашему контейнеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, собственно, как обещали, немножечко рассказать, что такое жидкий азот, потому что они все знают. Он используется и в медицине, и в кулинарии, то есть везде. С помощью него делают вот... Есть такая новомодная молекулярная кухня. Температура жидкого азота составляет минус 196 градусов. Ну давайте, чтобы понять вообще... Насколько это холодно. Да, насколько это холодно. Для простых людей. У нас обычный термометр. Потому что 196 градусов это... Та температура, которую никто из нас никогда в жизни не видел, не чувствовал. Можно понять, что термометр у нас замерз просто. Ну и это как бы надолго. Есть... Все мы видели фильм «Терминатор», где жидкий азот обливает одного из роботов, и потом в него выстреливает Арнольд Шварценеггер, и, собственно, он рассыпается... Все, хватит пересказывать фильмы своего детства, давай уже. Да, мы сейчас попробуем опустить замок. Его нужно опускать, ну, в районе 20-25 минут. После этого все должно промерзнуть настолько, чтобы металл стал хрупким. Да, ну пока... Пока мы сейчас погружаем его. Делать что-то другое. За нашими спинами вы видите утеплитель «Тизол». По нормативам он должен держать в районе минус 100 градусов. Ну, такой температуры у нас не бывает. Даже в Антарктиде такой температур не бывает. Да, я следил за погодой в Антарктиде. В среднем где-то минус 50-55. Если то, что мы дальше будем делать, и утеплитель справится со своей задачей, то, я думаю, можно будет поставить прям 10 из 10, даже 11 из 10, потому что мы планируем добиться температуры в контейнере температуры минус 100 градусов и ниже. Потому что у нас нет таких термометров, которые могут быть. Конструктивная огнезащита, как работает «Тизол», мы вам уже показывали. Сейчас будем разбираться с тем, как он все-таки держит холод и вообще препятствует ли этому. Для этого... Мне, знаешь, мне очень нравится сама компания «Тизол». Они прям готовы на все 100%, чтобы тестировали их утеплитель. Уверен. Огнем протестировали. Уверен в своем материале. Говорю, а жидкий азот выдержит? Выдержит. То есть, мы готовы сегодня рискнуть моей жизнью, моим здоровьем, для того, чтобы или узнать, или выдержит наше испытание сам «Тизол», или же нет. Поэтому, ну, далее, я думаю, мы уже все увидим. Ну, о сути эксперимента я еще расскажу более подробно, тем более пока Александр будет находиться в коробе. У меня будет время вам рассказать еще поподробнее про материал «Тизол» и вообще суть того, чем мы сегодня занимаемся, пока все-таки отдалась с тестами. Да. Замочек у нас там находится. Мы сейчас практически в режиме онлайн. Замок внутри. Есть такое мнение, что спирт заморозить, в принципе, вообще невозможно. Сейчас что мы сделаем? Обычный у нас есть медицинский спирт. Петиловый. 95%. Мы сейчас зальем все это жидким азотом. Главное, постепенно, аккуратненько, чтобы... Вот лично, когда я вижу жидкий азот, для меня это что-то похожее на уран-138, палладий. Александр с этим жидким азотом уже, это, купаться в нем может. Да, то есть, несмотря на то, что жидкий азот очень низкой температуры, можно делать, в принципе, вот так. Ну и попутно я предлагаю поместить жидкий азот в пару яичек. Куриных. Да. Что с нашим яичком? Предлагаю достать яичко, да. Крупно, наверное, да. Яйцо. Серьезно? Я думаю, неуместно будет сказано, но жидкий азот используют при осеменении крупного рогатого скота, вернее, при хранении... Ну, к всей пони, я думаю. То есть, понятно, да? Прямо через перчатку промерзает. Давайте посмотрим, что у нас случилось со спиртом. Вот что у нас случилось со спиртом. Медицинский спирт превратился в желе. Какое-то мягкое, да? Очень-очень холодно. Ах, холодное такое. Аж даже обжигает. Со временем мне начинает казаться, что наша программа – это практическое руководство по взлому замков. Надо было вон тот замок, который не ломался, надо было просто его окатить жидким азотом и сломать. То есть, что миф или не миф в «Терминаторе», я думаю, это не миф. То есть, кусок металла действительно мог замерзнуть до такой степени, чтобы начать крошиться. То есть, вы видели, маленький молоточек уничтожил замок полностью. Подготовка была очень долгая, это был практически месяц конференции, месяц советов от ученых, от медиков, от всех остальных. Единственное, что посоветовали все ученые в один голос не делать этого, потому что все эксперименты, которые были сделаны примерно в таких же условиях, они имели очень высокую степень летальности или летального исхода. В общем, все вы видели, что такое жидкий азот. По чуть-чуть рассказали, по чуть-чуть показали. Что мы подготовили? У нас 20-тонный контейнер. Мы здесь сделали небольшую емкость для жидкого азота. Через то отверстие жидкий азот будет поступать в данный контейнер. В контейнере мы построили короб. Короб из ДСП, отбитый нашим утеплителем Тизол. Мы хотим проверить следующее. Контейнер будет закрыт. Из контейнера выбраться будет невозможно, потому что он будет закрыт на замки. И единственное, что остается сделать, это прождать здесь все температурные условия. Температура, по нашим подсчетам, мы замеряли, составляет ниже минус 100 градусов. В данном коробе буду находиться я. Я, естественно, буду вести оттуда трансляцию. Короб будет закрываться. Повторюсь, утеплитель Тизол по нормативам держит температуру до минус 100 градусов. Итак, перед нами в виде утеплителя для сегодняшнего теста все тот же самый известный всем уже нам Тизол. Тизол это конструктивная огнезащита, негорючая огнезащита, звукоизоляционный и теплоизоляционный материал. Структурно Тизол представляет собой, скажем так, волокна, которые скреплены между собой специальными составами, которые тоже не горят. И что самое характерное, они абсолютно безвредны для жизни человека. То есть Тизолом можно работать практически повсеместно. Его можно брать голыми руками. То есть Тизол это очень хороший утеплитель. Мы об этом вам уже рассказывали, потому что конструктивная огнезащита это одно из самых принципиальных назначений этого материала. Ведь использовать его можно практически повсеместно. Если вот есть вот такие вот несущие опоры, их, как правило, тоже утепляют специальной системой. Она тоже называется Тизол и имеет название ЕТ-профиль. Либо есть необходимость, допустим, утеплить металл, что тоже очень важно, особенно в холодных регионах нашей страны. Тизол может применяться повсеместно, но, конечно, основная его задача это утепление фасадов. И вот тут вариантов может быть действительно огромное количество. Мы можем просто прикрепить Тизол к нашему фасаду, дальше нанести слой декоративной штукатурки. Либо использовать Тизол в качестве утеплителя под низ, когда мы говорим о вентилируемом фасаде. Но о том, как Тизол борется с огнем, мы вам уже рассказывали. Температура плавления Тизола примерно 1200 градусов. То есть нет такого пожара, который расплавит слой вашего утеплителя. Но сегодня мы будем разбираться с тем, насколько Тизол может противостоять именно холоду. Потому что примерно, если говорить по системе менеджмента качества ISO 9001, то Тизол должен держать температуру от 50 до, как уже говорил Александр, до 100 градусов. Что, кстати, очень и очень много, потому что, если мне не изменяет память, в России полюс холода это примерно минус 87. То есть в нашей стране даже 50 градусов это уже нонсенс, уже природный катаклизм и буря. Сегодня будем смотреть, как Тизол будет бороться с холодом, потому что как он борется с огнем, мы вам уже рассказывали. Форма изготовления Тизола, кстати, это тоже отдельный нюанс, на котором стоит заострить свое внимание. Тизол бывает в форме рулонов, Тизол бывает в форме плит. Но его очень легко перевозить, потому что вот такая вот плита, она легкая, ее может нести один человек, но когда мы снимаем пленку, то Тизола становится в разы больше. И примерно вот такого одного хватает на то, чтобы укрыть 3 квадрата по полу. Согласитесь, это немало. Кстати, по нормам в России обязательно все несущие конструкции должны быть огнезащищены. Компания, которая согласилась сегодня сопровождать наши съемки, потому что, ну, во-первых, это как бы мое здоровье, я привык доверять его профессионалам, потому что никто не знает, чем это закончится. Я вот этот месяц, считай, провел без сна в этих маленьких опытов с жидким азотом, потому что, во-первых, при минус 100 идет ожог легких. Это, опять же, мне сказал один из наших ученых. На себе не хотелось бы проверить, как это. Плюс повышение, понижение давления может заставить закипеть кровь. Ну, и тем более, что мы, как сказал Александр, прибегаем к помощи профессионалов. Аламед у них большой автопарк, то есть всегда есть машины, которые приедут, если вам потребуется помощь. ЗАМУРУВАЕМ Мне еще очень интересно, насколько опустится температура в самом коробе сейчас у нас но почти 20 градусов тепла в общем у нас чп наш резиновый шланг есть просто весь по всему периметру просто треснул не выдержал температуры все пошло не так как мы планировали но будем выходить из положения вот такой вот импровизированная воронка мы надеялись что шланг выдержит но он не выдержал сейчас мы попросим еще ребят из съемочной команды нашей помочь и тихо 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 металлический шланг вот так выходим из положения в любой ситуации там холодит нормально воду воздух воздух отсюда тянешь и шланг на улицу мы все тоже ждем буду очень надеяться что тизол действительно справиться потому что выбраться отсюда я не смогу может я после этого супергероем стану каким-нибудь или голова у александра как арбуз там снизу не протекает но прям отсюда со шланга прям высасывает воздух контейнер трещит и прям здесь слышу температура 20 градусов сейчас в контейнере абсолютно нету кислорода потому что даже зажигалка не зажигается жидкий азот вытесняет кислород я чувствую что поднимается давление прям это чувствуется всем организмам я не знаю какая температура внутри ну вот из маленького отверстия прям дует ощутимо холодным воздухом и слышен треск целлофана и вот тут по краям все замерзла перчатки замерзли у меня тут даже стенки не промерзли я себе как это внутри ему тепло там чё блин от страха что ли поддает давление говорит жесткая но в общем мы залили все что было шланг наш не выдержал вот чисто визуально там очень холодно ну так визуально визуально и чувствительно там очень холодно стенки контейнера да снизу а не вот прям промерзла чего говоришь еще раз да вот я и говорю из дырки дует прям хорошенько градусник ну градусник держать смысла нет но низ контейнера промерз прямо основательно до и не до и не до промерз о прям все пошло по новой и так друзья подведу предварительный итог александр в контейнере уже примерно два часа уже начинает темнеть контейнер промерзает снизу снизу он покрывается коркой льда и пока я стоял вон там и заливал жидкий азот у меня замерзли ноги на улице еще пока не так холодно то есть мы можем представить примерно какая температура сейчас внутри нашего контейнера внизу я думаю там даже больше чем минус 100 где-то примерно минус 120 может быть минус 130 александра еще раз напомню температура 21-22 градусов вот так как говорится делайте выводы сами и думайте чем утеплять свой дом у нас температуры минус 50 не бывает но наглядный тест говорит о том что материал действительно работает не то что не горит но и отлично держит тепло внутри помещения и препятствует проникновению холодного воздуха собственно говоря в этом и есть смысл тепло и звукоизоляции защищать от огня защищать от холода и защищать от звука слегка даже подспотел прошел еще час и теперь я думаю мы можем точно быть уверены что все процессы внутри нашего контейнера закончились и мы можем его наконец-то открывать у вас такой холодильник 20 тонн посередине города тогда данном барабанная тропь наконец-то явление уху здесь оказывается прохладненько прохладненько у тебя там сколько было 22 собственно что подводя итоги что можно тут как говорится ничего просто уже и не скажешь холодно я могу сказать одно компания скизол уверены в своем продукте я уверен в продукте уже дважды до температура даже даже она наоборот поднималась внутри короба даже стенки не стали даже чуть-чуть холоднее мне стало там душно я даже чуть подспотел так что как утеплитель конечно материал выше всяких похвал выше всяких похвал компания доверяет своему продукту александр доверяет компании уже дважды первый раз рисковал жизнью под огнем чуть не сгорел тут чуть не замерз в общем вот так вот не замерз чуть не запрел тут самые сложные съемки программа пробу на себе подходят к концу да ну и собственно мы конечно не рекомендуем вам еще что-то повторять что-то делать из того что вообще вы видите у нас проекте настоятельно причем не рекомендуем никто если вдруг вы что-то сделали и сняли это на видео и отправите нам мы конечно пригласим вас к себе в студию сюда на съемочную площадку что собственно не факт а